На совет директоров собрались по традиции те руководители, кто не безразличен к судьбе и проблемам города, в котором живут и работают сами, учатся, ходят в детский сад, их дети, подрастают внуки. Город – живой организм, требующий постоянной заботы и внимания. Об экономической ситуации на территории доложил глава городского округа Станислав Суханов. «Экономическая ситуация в лучшую сторону, если и меняется, то слишком медленно. Мы, хоть и город-труженик, но все равно остаемся заложниками существующей методики формирования бюджета. Как ни работай, налогов на территории оставляют ровно столько, сколько область считает нужным», – отметил в своем выступлении перед директорами глава Станислав Суханов. Он также сказал, что за прошедший с начала года период налицо снижение объемов реализации промышленной продукции. Темпы роста едва достигли 93,6%. Продолжается рост инфляции и заработная плата, отстает от среднеобластной. Уровень жизни, а основная масса населения продолжает падать, поэтому о стабилизации экономической ситуации говорить пока не приходится. Продукты и товары растут в цене. Подорожало молоко – основной продукт, производимый на нашей территории. Наши основные производители молока – Зауново-Пышминское и Совхоз Сухоложский – по-прежнему в лидерах по надоям. Снизилась официальная безработица, но скрытая, по всей видимости, меньше не становится. К позитивным моментам следует отнести тот факт, что впервые за много лет, по итогам четырех месяцев, сложилась плюсовая демографическая ситуация. Рост рождаемости дать смертностью составил плюс два человека. Уже у 202 детей-сирот наступило право на получение жилья. 84 миллиона рублей на водовод в нынешнем году получить не удалось, зато город попал в программу капитального ремонта дороги Белинского, стоимость которой составила 36 миллионов рублей. 60 миллионов обещают выделить на следующий год на ремонт улицы Ленина. На 24 миллиона город заявился на строительство стадиона на территории лицея. В этом году бюджет получит деньги на строительство стадиона и расширение школы номер 4 за счет освободившегося помещения Куринского детского дома, что поможет решить проблему организации занятий детей в одну смену. Главный врач Сухоложской городской больницы Игорь Прагин доложил о снижении онкозаболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых болезней. Средняя заработная плата врачей – 52 790 рублей, но для этого надо трудиться с совмещением или по совместительству. В день города, который по традиции совмещен с Днем строителя, 13 августа, горожан ждет масса съемочных павильонов, в которых расположатся в год кино различные съемочные площадки. А еще присутствующих ожидают в день города выставки блины, фейерверк и звезды местного масштаба.